приветствую меня зовут артем я доничанин из киева как вас зовут откуда вы вы донич доничанин из киева да ну что киев прекрасный город хорошие люди хорошее обслуживание в ресторанов и кафе хороший транспорт что мы можем сказать еще ну все хорошо если бы это не было бы так враждебно ну что сделаю что 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 враждебно кому враждебно не совсем понятно конечно все в мире враждебно россии если заметили да знаете вот я вам я вам просто скажу фразу нашего современного классика леся подоревянского я прошу прощения там будет с матами потому что но он так написал это по-украински если если вы не поймете я вам я вам переведу так вот он сказал наша национальная идея ведь и биться вид нас нахуй если хотите могу перевести если вы не поняли наша национальная идея отстаньте от нас мы не мы ник вам не враждебны были до 14 года после 14 года да ну после того как вы начали захватывать наши земли но было бы странно если бы мы были не враждебны дружелюбный к вам и после четырнадцатого года то есть вы дружили вы дружелюбно захватили крым донецк и луганск дружелюбно потому что оказались между нато и россии но не больше а то есть вы 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 воюете с нато вы вы видите с нато конечно вопрос такой на засыпку там вот через берегов пролив совсем несколько километров америка чего на нее не нападает или же чуть больше 50 километров от границы с питером находится финляндия чего на нее не напали извините 50 километров фенлядию погнали далеко 200 километров петербурга сейчас посмотрю может быть сейчас я я я не не являюсь месторождение никеля отняли печенку отняли расстояние от границы финляндии до петербурга и сталинский канал выход из системы 148 километров 148 смотрите так вот вы вы захватывали территории вы довольны этим да вот сейчас сейчас 148 километра подрали как литку но они кричат что не победители вы кричат на здоровье ну учитывая то сколько вы народа завалили там своего да еще 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 один еще один империцы смотри не были подготовлены просто то есть для вас нормально завалить 150 тысяч только убитыми и еще еще там если не ошибаюсь порядка порядка двухсот вы нет да 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 можете посетить как музей сколько погибло финна в северной войне ну да но финны кричат они победители они такие но они победили они победили потому что вы хотели захватить всю страну да не нужно там болото у вас у вас у вас вот я смотрю финнов погибло всего 25 тысяч 25 конечно 25 тысяч от 26 25 904 24 ну знаете финны вам еще это это ваша российская википедия а что они потеряли они потеряли они потеряли потеряли больше 20 процентов территории лучше потерять 20 процентов территории и быть независимой чем быть захвачены полностью выходить вы хотели захватить вы хотели захватить полностью финляндию финляндии финляндия это ну просто как вам сказать просто так вот так вопрос на засыпку чужого на финляндию сейчас не нападаете они в нато украина не в нато украина не в нато только вот с ваша база этого северного флота как раз сейчас очень хорошо лежит под ракетным ударом ракет которые находятся в финляндии да 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 очень просто все все в линии этот в радиусе достижения ракетного удара да только финляндия кусает локти потому что они у них нет выхода к северному морю мы морю а северное а балтика сейчас стала внутренним морем над так же кстати как и черное море море нато остров полуостров ханка уже 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 пересматривается уже пересматривается этот вот эти уже острова пересматриваются их статус и они перестанут быть демилитаризованными так что ждите скоро там тоже будут ракеты а вы классический российский имперец вы конченые российские имперцы пошел нахер чё там за компом интересно есть очень много если есть желание находить если желание комп еще не включал пока только свет дали я понял и в каких-то бебенях сидишь и в каких-то бебенях сидишь у тебя только свет дали бебеня называется астрахань я понял ты что на очке на очке сидишь или что блять ну да пипец нахер кто-то мне рассказывал по поводу того что у них там современное все сантехники все остальное о ну рассказывай приветствую для начала меня зовут артем я доничанин из киева как вас зовут откуда вы а я с россии все сразу вздыхает да просто вашу россию размазала по карте основательной фразы я с россии хотя бы край какой-то говорите там область вот так знаешь как 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 наезжают на лепешку вот это коровичу машина это размазывает по асфальту так и так и вашу россию так размазала это какую-то другую страну размазала не это вашу размазала так ну так размазала по карте чем ее размазала мировой истории какой мировой такой мировой ну какой блять какую историю знаю в отличие от тебя я думаю что историю получше знаю ну давай расскажи мне историю россии когда твоя российская империя появилась блять я у тебя спрашиваю я тебе я тебе отвечу ты ты же просто не знаешь эти я не знаю да ну ты же докажи что я ошибаюсь ну не знаешь да ну так расскажи что-то ну так ты же не знаешь признайся чему я не знаю я тебе задал вопрос когда твоя российская я знаю твою историю ты чё бык талалайский начал быковать или что я не понял а где такая талалай узнаешь что устойло и мычишь через трубочку притом уперся рогами в стенку потеряшка чё сказать обычное российское чмо пошел нахер это карта и Субтитры сделал DimaTorzok